С вами Екатерина Мирошниченко. Сегодня буду работать моим самым любимым боксом Dolce. Dolce. А, слушайте, а я в описании написала Габриэль Токинь. Короче, сегодня по просьбам трудящихся я пообещала, что мы сделаем Dolce, но с белым гипюром. Хотя здесь внутри самого бокса только черный гипер, черная кружева, но мы с вами будем работать с темпингом, и у нас есть пластина кружева. Мы сделаем с вами, получается, те идеи, которые заложены в этот бокс, только фон у нас будет белая кружева. Должно получиться апипюсетильно, восхитительно. А я, кстати, смотрите, все еще держусь. Я с черным маникюром Dolce, с которым я встречала Новый год, в своем черном восхитительном платье. Не могу расстаться пока с длинной. Пока вот так. Так мне очень красиво. Рабочая короткая, и в цвет нарядная, роскошная украшалочка. Ну, ладно, поехали. Сегодня у нас будет такая нежнятина, нежнятинка. Трын-трын-трын. И, ой, смотрите, какое тут красивое. Перевернули. Делаем здесь такой, кстати, красивый нутер-муртик, чтобы мне было красиво, чтобы вам было красиво. Вот. Кстати, пишите, как прямой эфир вообще в такое время на ютубе вести. Поздно или не поздно. Еще раз напомню вам, что у нас... Я, наверное, одену перчатки. Что-то уже ногти такие слегка уставшие. Я вообще зла была на этой неделе. Вы знаете, как смешно в перчатке работать. Совсем неудобно. Блин, фигня, да, в перчатке? Ладно, напомню вам. В боксе у нас много всяких штук. Красивущих. Все рассчитано на яркий фон. Ну, не только яркий, да, смотрите, здесь в боксе у нас есть. И черные вариантики. Как вы знали бы, каким тут, ну, так с таким телефоном работать, когда у тебя горизонтально. Сейчас, сейчас. Почему у меня так темно? Сейчас я подниму себе еще цвет. Так, так, так. Прошу прощения. В общем, вариантов в этом боксе сделать много. Но они в основном такие достаточно контрастные. Я все показываю чипсы. Как раз они сфотографированы на боксе самом. Поэтому, когда вы бокс покупаете дольше, там внутри идет каталог дайджест электронный. У кого, кстати, есть уже этот бокс? Или вы все еще боитесь, что не сезон для этого бокса, что ярковато? Кто все-таки вот этой зимой делал такой маникюр клиентам? И для них это было норм. Смотрите, сколько всякой красоты. Видите, я типсы привезла, еще на планшетку не приклеила. Я переходила со всеми вариантами из этого бокса. Вот черный я сделала повторно сейчас. Кто подписан на меня в инстаграм, я там, конечно, очень много эфиров осенью отвела. А, Габриэль? Блин, почему я решила дольше сделать? Нет, по-моему, по-моему... А, ну это у меня название, я перепуталась, что вам говорю. Я взяла зачем-то в название и написала Габриэль. Вообще, по-моему, дольше у меня. Ну, короче, ничего не знаю, я работаю в дольше. Девочка мне обещала белое кружево. Да, это я просто взяла тему, написала неправильно. Я торопилась, когда сейчас выходила. Я почему у Габриэль почти не работаю? Потому что в России в наличии его там осталось. Ну, там, знаете, совсем по чуть-чуть. У кого-то у дистрибьюторов капелюсечку. Там на сайте чуть-чуть есть, висят остатки. Вот, поэтому я сильно много в Габриэль стараюсь не работать. Ну, потому что его почти уже нету. Я поэтому работаю в основном дольше. Так, ну все, я устала раскладывать. Мы с вами сейчас будем делать вариант дольше, но только с белым кружевом. Поэтому цветами в боксе мы сегодня работать не будем. Мы будем работать только декорациями. Но я сейчас все равно напомню цвета, какие у нас здесь. Видите? Очень классные. Видите, один с шиммером. Три эмалевых. Сюда входит также у нас. Видите, вот и наклеечки сюда входят. Дальше пошли декорации. Декорации здесь у нас получаются, смотрите, раз. Сейчас по группам положу, получается цветочные. Два, три, четыре, пять. Кружево. А, ну да, пять, вот, пятая кружева. И пять украшений. Давай сейчас чуть поближе сделаю украшения. Украшения надо близко показывать. Смотрите эту восхитительную красоту. Раз, два, три, четыре и пять. И, конечно, в электронном виде дайджест, как он выглядит. С обратной стороны идет QR-код. Вы наводите камеру вашего телефона на QR-код. И там будут фотографии рук, мастер-классы. Там будут исходники вот этих фотографий, типс. Все фотографии можно использовать. Поэтому сканируйте код, вдохновляйтесь идеями дизайнов из этого бокса. Прям рекомендую, у кого плохо с фантазией, тупо повторять. Смотрите, девочки. Просто берете и повторяете по каталогу. Можно ничего не выдумывать. Это такое, знаете, готовое решение, которое, как в конструкторе лего. Вы покупаете лего, там инструкция идет. Вы повторяете, и в конце будет красивый результат. Так, какой-то там вопрос был. Катюша, добрый вечер. А по отдельности гель-лаки появятся на постоянной основе в классической коллекции. Черного так и не появилось. Ну, слушайте, так черный быстро и не появится. Это я сейчас пока вот смотрю на продажи этого бокса. Я вот, например, прогнозирую. Думаю, что мы, наверное, черные сделаем в основную коллекцию. Но по отдельности гель-лаки сейчас пока не продаются, конечно. Вот, это все лимитка. И декорации лимитка. Вот сейчас пишут, хочу декорации с дочи отдельно. Обязательно будут, но позже, пока не продастся бокс. Как бокс продастся, мы тогда посмотрим. Все точно не будем делать? Возможно, какие-то отдельные. Сейчас давайте цвета покажу вам. Цвета очень плотные, поэтому будьте очень осторожны с толщиной. Тут при желании можно, в принципе, видите, нанести в один слой. Это роскошный розовый. Розовый, кстати, неоновый, поэтому имейте в виду, при полимеризации он чуть-чуть потемнеет, а потом через пару часов восстановится. Вот, ну там, в принципе, не сильно заметно. Зеленый, конечно, просто офигенский. Дольче. Зеленый. Сделаю. Раз вы голосуете за отдельный бокс с декорациями, я тоже считаю, что декорации, вот особенно, бокс Габриэль и бокс Дольче, я их очень люблю. И декорации восхитительные. И мы их очень долго создавали, долго отрисовывали с дизайнерами. Так, и последний восхитительный черный цвет. Смотрите, какой вы, прям, сейчас я близко-близко нанесу, чтобы вы увидели эту красоту просто. Вы видите? Черный просто необыкновенный, он такой, понимаете, с очень благородным жемчужным переливом. Вот именно жемчужный перелив, он настолько элегантный. Это, вот понимаете, это не блестящий черный. Это именно элегантная жемчужная мелкая крошка. Вот, ну давайте, как я и обещала, потому что многие видели темы заранее. Вот, я просто, единственное, сегодня перепутала время. И они вышло положенное время. Сегодня в обед должен был быть эфир. Вот, и многие попросили, раз тема будет дольше, сделать не черное кружево, а сделать белое кружево. Вот, поэтому, для белого кружева нам понадобится белый лак для стемпинга. Белый лак для стемпинга. Сам стемпинг сейчас мы возьмем. Так, вот эта штучка нам понадобится. И у нас есть кружево. Это одна из самых первых силы выходила, кружево. Вот, мы сейчас с ней и поработаем. Она здесь в базовом ассортименте, имейте в виду. Мы ее уже несколько раз заказывали. Ну, давайте вот с этим вариантом поработаем. Причем мы сейчас делаем и с кружевом, и с цветами, и с украшениями. Сейчас мы прям несколько типсов в одной теме сделаем. Куда же наши эмишные типсы вернутся? Жду с большим нетерпением. Мы их обязательно в ассортименте будем держать. Сейчас просто временно мы их год не закупаем. Потому что есть более важные вещи, куда потратить деньги компании. Поэтому мы выпускаем базовые продукты и держим базовый ассортимент. Так, ну, давайте. Здесь мне, правда, эти типсы мешают. Ну, пусть. Так, мне нужна какая-нибудь бумажечка, чтобы не испачкать фон. Поэтому я, наверное, так вот застелю. Так, ты дышь. Поехали. С подружками гулять ушла. Дольче, кстати, прошлым летом вышла такая классная коллекция круизная. Она вся была с белым гипюром. Все было с белым гипюром, с роскошной фурнитурой. Тоже с кучей украшений. Вот, они без этого как бы не могут. Так, ну, давайте вот такой вот первый вариант сделаем. Сделали гипюр. Кстати, сюда бы зелененький тоже хорошо подошел. Да? Было бы неплохо. Так, и так как у нас весь бок состоит из слайдеров. Блин, где мы с топ-слайдер, топ-слайдер, где? Поэтому мы будем с вами сегодня весь вечер работать с топ-слайдером. Поэтому наносим тоненький слой. Наносим. И первый слой я предлагаю сделать цветы. Сушим 30 секунд. Сюда, я так думаю, отлично. Подойдут, в принципе, все цветы. Красные. Ну, чтобы нежненько было. Мы возьмем вот эти беленькие. Кстати, кто внимательно смотрел, мы здесь использовали не просто цветы от Дольче, да? А мы брали нашу роспись. Я сейчас просто возьму, у меня есть начатые слайдеры. Чтобы новые не портить. Сейчас где-то мне начат. Мы взяли слайдеры, которые отрисовывали сами для курса Дольче. Который назывался Жостовская роспись. Жостовская роспись. Я просто помню, когда вышла Жостовская роспись Дольче Габана, а я до сих пор всем рекомендую пройти этот курс обязательно. Константин, можно узнать, а почему ты голый? А представь, я сейчас случайно подниму телефон. А если сейчас случайно придет Даша? Это ты поэтому спрашивала, когда Даша придет? Зай, надо одеться. Слушай, а твоя сестра у нее будет это, ее парализуют. Окей. Окей? Ну, давай. Спасибо, что оденешься, конечно. Окей, так окей. А у меня, кстати, планшетка есть с собой, Дольче Жостовская роспись. Сейчас покажу. Восхитительный курс. Как бы не самый простой, но прям рекомендую, девочки. Это вот прям такой, знаете, эстетический оргазм от сочетания цветов, техники, росписи. Так, сейчас я достану планшетку. Посмотрите. Она такая грязненькая. Вот это онлайн-курс Жостовская роспись Дольче Габбана. Вот они, эти знакомые цветочки, которые мы просто фотографировали, уже обрабатывали и делали из них слайдеры. Ну, не из всех, конечно, но большая часть пошли на наши слайдеры как раз до этого бокса. Тоже повешу ссылку на покупку курса Дольче. Может, кто-нибудь созреет потренироваться. Тем более весна скоро. Так, водичка. Вот девчонки пишут, что курс потрясающий. Он хоть штаны одел. Хорошо. Кость, носки, пожалуйста, одень тоже. Здесь очень холодно. Не хотим босиком. Окей, окей. У меня, видите, пинцета нет нормального, девочки. Потому что я забыла в России пинцет, когда я сейчас в последний раз улетала. Костя, Кость, ты что разошелся? Я же тебе сказала, у меня сегодня эфир. Упси. Так, ну, так как цветы все на белой подложке, соответственно, можно приклеивать на любой фон. Они будут хорошо читаться. Но, недостаток какой слайдеров, которые на белой подложке идут. То, что их вот так вот просто снять с бумаги и приклеить, бывает сложновато, потому что он прям на воздухе начинает в трубочку сворачиваться. Поэтому я рекомендую использовать штампик от стемпинга. Ну, на самом деле, это очень удобно. Так, Константин, ну, пожалуйста, ну, я работаю. Где пакеты? Пакеты под раковиной. Так, смотрите, следующий этап ультрабонт. Обязательно. Где наш ультрабонт? Ультрабонт. Слушайте, напишите в комментариях, все ультрабонтом обрабатывают слайдеры. Да, и подписку подпишитесь, и лайк. Вот, смотрите, мне сын подсказывает. Смотрите, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк. И колокольчик. Да, и нажмите на колокольчик, чтобы всегда получать оповещение о том, что появились новые видео на канале, чтобы ничего не пропускать. Видите, какие сейчас дети пошли, да? В общем, Костя, Костя, тишина, тишина. Так, прошлись ультрабондом. Я всегда им прохожу, считаю, что это прям вот обязательно. Это такой must-have. Топ-слайдер, следующий слой, и такой лайфхак вам. Смотрите, если мы хотим, чтобы толщина дизайна была, ну, минимальная, и когда нам нужно постоянно делать промежуточный этап топ-слайдера, что я делаю? Я беру топ-слайдер, выкладываю на палитру, потом беру отдельную кисточку, смотрите, и прохожусь отдельной кисточкой, овальной. Тоненько. Катя, верните, обязательно 328 цвет. Сейчас запишу. Уже, по-моему, за него говорили. Мы многие цвета не будут. Их сейчас просто вот, ну, долго не будет, но они потом появятся у нас. Понятно, отдельной кисточкой максимально тоненько наносим. Тогда не будет лишней толщины, и в то же время будет дисперсионная пленка, плюс будет слой между одним слоем слайдера и вторым слоем слайдера, потому что дальше у нас идут слайдеры украшения. Здесь, конечно, так как фон белый, светлый украшения, мы можем с вами сделать любые. Мне вот давно, кстати, хотелось сделать вот эти яркие украшения. Вот эту вот штуку. Я их вот очень люблю, вот эту эмблемку использовать. Будет круто. Берем. Вырезайте очень аккуратно, нежно, чтобы вот эта смола никуда не отлетела. Тоже водичка сейчас пойдет. Так, что еще сюда добавить? Я пробую сюда бантик добавлять какой-нибудь. О, кстати, хорошо будет и крестик тоже. Блин, все хочу. Ладно, давайте крестик еще добавим. Так. Так, 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 так. Водичка. Водичка. И этот водичка. Ну, там будет круто. И все так вот по центру вот эта штучка. Будет прям хорошо. О, мой, как красиво, слушайте. А я еще такая, знаете, думаю, со всеми же цветами Дольче походила. Думаю, а что еще делать? Все. Я же уже говорила, я вот с этим, наверное, боксом не могу никак успокоиться. Вот я и делаю, делаю постоянно одну руку. У меня бокс. Так, повесим. Вот так. Ну, это все, в принципе, прям вот достаточно, да? Обязательно ультрабонд. Так, 328-й гель-лак. Вы сказали, блин, мне надо скриншот сделать. Вот, сейчас я сделаю скриншот. И теперь перекрываем уже тем финишем, которым вы хотите. Ну, очень много людей, например, упрошая нам работать как финишем. Можно его использовать. Можно его использовать. И обязательно в конце мы берем отдельную кисть и вот так вот тщательно, аккуратно, не надавливая, вынимаем лишний топ с украшения, чтобы украшение осталось объемным. Будьте очень нежными к этим камушкам. Будьте очень нежными к этим камушкам. Потому что, бывает, знаете, чуть надавишь, и они начинают тянуться прям под кисточкой. Вот, но я считаю, что вот эти стразы, которые идут на украшениях дольче, они стоят достаточно хорошо и долго. Мне кажется, даже носятся намного крепче и лучше, чем стразы. Вот, поэтому не бойтесь использовать вот эти все украшения. Смотрите, они все очень устойчивые. Смотрите, у меня огромная длина. Вот что я ей только не делаю. У меня, кстати, уже скоро месяц будет, как я хожу с этим маникюром. Вот, но видно, что все очень целенькое. Эти камушки, они прям целёхенькие. Все и все блестит. Вот, смотрите, какой хорошечный получился малыш. Прям прелестно. Прелесть, боже, какой же ты красивый. Так, так, все мне пишут за 302. Сейчас я прям скриншот сделаю. Давайте я сейчас скриншоты делаю. Так, секундочку. Делаю скриншот. Так, раз, скриншот. Два, скриншот. Извините, что телефон трясётся, а я скриншоты. Так, делаю так, всё. Ну, смотрите, я даже не сказала, что это не только для невес. Это вот прям сейчас на весну. Кому-то нежнятинки, если вот прям захочется. Ну, прям огненно. А давайте мы сейчас теперь сделаем с белым кружевом, но добавим какой-нибудь цвет. Например, будет очень круто, кстати, зелёный из дольча смотреться. Как мы с вами сделаем? Давайте сначала мы сделаем кружево, а потом уже нанесём гель-лак. Так будет правильно. И здесь, например, для кружавочки можно использовать... Можно использовать какой-нибудь другой кусочек. Нет, давайте этот же. Мы сделаем такую пару к нему, но один будет много чистый, без цвета. Девчонки, мы постараемся большую часть цветов, которых сейчас уже много месяцев нет, обязательно вернуть. Сейчас просто... Давайте я на этот вопрос вам отвечу сейчас в конце эфира. Давайте досмотрим до конца. Сейчас там чуть-чуть. Я сейчас дальше мастер-класс буду показывать без сильного описания, потому что дальше сейчас будет примерно последовательность, как была перед этим, только другие элементы. Сейчас быстро делаю. И отвечу вам на вопрос, что какие-то цвета получится сделать, а какие-то, конечно, канут в лету, но мы, возможно, так как они были популярны, постараемся приблизиться к этим оттенкам. Сейчас объясню, с чем это связано. Давайте вот 10 минут, и я переверну камеру и с вами поболтаю немножко. Так, быстренько делаем кружево. Так, все чисто-чисто. Вроде чисто. Поехали. Так. Очень важно, когда вы работаете со стемпингом, с лаком, чтобы у вас движения были быстрые. Чтобы движения были быстрые. Блин, Дашка, ты меня напугала. Я испугалась. Так, я испортила ноготь, но мне его не кайф переделывать. Мы, наверное, вот так сейчас кусок и оставим. Я сейчас придумаю, как мы дальше обыкнаем его. Берем зеленый цвет. Берем зеленый цвет. И мы сейчас сделаем такой будет у меня асимметричный французский маникюр. Сушим. И здесь пойдут цветы только уже по границе самого французского маникюра. А, Дашка, ты только тихо двигайся. У меня сейчас эфир, пожалуйста. А тут я шандрахнула дверью так, что я чуть, извини, со стулами упала. Так, быстренько вырезаем цветуёчечки. О, здесь давайте название какое-нибудь добавим. Типа Доннабелла. Будет красиво Доннабелла. Так. Цветы, видите, есть от маленьких до больших. Вот такого одного слайдера вам прям хватит, девочки, на очень много клиентов. Я учла все моменты, которые были с Габриэль, с боксом. Вот. И поэтому, когда мы выпускали уже Дольче, я сделала слайдеры с большим количеством повторений одного и того же элемента. Вот. Поэтому с боксом Дольче у вас получится обслужить очень много клиентов с одним и тем же вариантом дизайна. Так, водичка. А скажите, вы уже дома, да, уже не работаете? Я вот, кстати, Ютуб смотрю уже перед самым сном. Я Ютуб смотрю утром и перед сном. Если бы, конечно, Инстаграм не хакнули, я бы, наверное, никогда в Ютуб не ушла. А видите, я сейчас сюда вернулась. Вернее, я с Ютуба начинала. Кто помнит, что я начинала с Ютуба. Так, топ-слайдер. Так, топ-слайдер. Хорошо, кстати, зеленое с белым. Прям отлично. Так. Смотрите, как я сейчас обыграла, чтобы время не терять, не переделывать стемпинг, да? Даже, наверное, вот так интереснее будет. Тоб я сейчас сделала, наверное, прямую линию. Так будет интересно. Такая круглая линия, а не прямая. И здесь тоже, смотрите, у меня по кутикуле. Тоже был косячок. И смотрите, как все это легко можно обыграть. Единственное, когда под кутикулой мы обычно, ну, понятно, не пилочка, это мне сейчас с пилочкой удобно, а я щипчиками для маникюра это делаю. Все, слой ультрабонда. Я сейчас обязательно сделаю описание на этот мастер-класс. И все ссылки на все материалы, которые я здесь использовала, в том числе на пластину, найдете прямо здесь, под видео. Так, снова тут слайдер. Я очень, кстати, люблю эфиры вести вечером. Единственное, что дети, конечно, здесь квартира малюсенькая. И они бедные, я их ругаю, чтобы они тихо передвигались, не шумели. И у меня дочка прям раздражается, что если я в эфир вечером выхожу. Нет, нет, дети, ну, как вам, они, в принципе, не мешают этой, ну, я раздражаюсь, не могу. Меня это прям отвлекает, понимаете, мне нужно сказать фразу, а я отвлекаюсь, слышу этот звук посторонний. И, естественно, это меня чуть-чуть поддышивает. Так, давайте. Так. Чуть-чуть добавим словцо. Так, и сейчас мы где-нибудь здесь украшения. Украшения. Ой, знаете, что я люблю делать? Я очень люблю вот у этого слайдера вырезать вот эти бусики. Смотрите, бусики использую не вертикальной линией, а нарезаю прямо из него стразики. Для этого сейчас мы берем прям намочим салфетку и вот так сейчас на салфеточку нарезать буду. потому что вот стразы вот так найти отдельно разного размера и цвета, а еще и формы, но такого типа не бывает. В основном вы только найдете просто круглые. А здесь, смотрите, нарезаете их вот так и потом можно посадить в те места, где вам нужно. Единственное, конечно, у меня пинцет дурацкий. Ну, что делать? и вот так смотрите, монотонно начинаете выкладывать их. прикольно. А у дольщи вот этот прием с такой вот фурнитурой разноцветной очень много вот и этой осенью и зимой выходило. Причем это деним у них, юбки, куртки джинсовые, золотые, юбки и идут вот такие разные стразы разных больших и маленьких размеров хаотично разбросанных. И прям выглядит очень прикольно. Поэтому обязательно обратите внимание на вот эти нитки и их не обязательно использовать как нитки. Вы поняли, что вы можете нарезать вот такие стразики и уже усадить в нужном вам месте. а оно вот как-то так мило выглядит из-за того, что они цветные. Блин, украшений, конечно, здесь столько. Здесь можно делать и фантазировать до бесконечности. Например, какие-то у вас украшения закончатся, но там, например, с ними уже не делайте. Переходите на следующие украшения. Потому что здесь ну как просто украшения никаких нет. Все продумано. Все брали с показов, с бижутерии, с фурнитуры, с сумок. Вот то, что мы видели удачное в предыдущие года у Дольче и с последних показов. Смотрите, как миленько. Миленько. Попробуйте вот так стразики найти. Не найдешь, блин. А они стоят вообще роскошно. Вот эти стразы слайдеры. Все. Ультрабонзик. Ультрабонзик. И финиш. тоже можно пройтись отдельно, снять толщину с этих стразиков. Все. И дизайн готов. Читаю ваши комментарии. Классно. Слайдер жалко. Тратить. Надо такое отдельно выпустить. Здесь я ничего не трачу. Здесь именно рассчитано было, что вы использовать можете лентами, а можете вот так нарезать. Здесь в том-то и дело. Я показываю, что не все это увидят, что так можно использовать. Я разные варианты использования этой ленты. Смотрите, что у нас с вами получилось. Еще раз напомню, сегодня мы работали в рамках только одного бокса. Бокс называется Dolce. Он есть в продаже на Amish Shop. У диссеррибьюторов есть в наличии в вашем городе. Ссылку на покупку я сейчас повешу. И давайте с вами поговорим. Что вы думаете про смену главного дизайнера в Гуччи? Уже видела их новый показ. Надо посмотреть. Давайте я сейчас как и обещала расскажу вам по поводу цветов. сразу тогда у меня просьба. раз мы будем сейчас говорить о гель-лаках цветных девочки заговорили за 329 будет или не будет я сейчас просто могу поделать скриншоты я пока буду рассказывать объяснять сейчас освещение сделаю так темно здесь вот так на заднем предпринимателям российским бизнесом особенно производства пришлось очень сильно перестраиваться понимаете такая компания крупная как мы а мы очень крупные мы где-то чуть-чуть неповоротливые у нас все процессы очень замедленные потому что мы не маленькая компания мы очень большая плюс мы международная компания у нас два производства два офиса люди работают в Праге чешское производство где сидит менеджмент и также в России это Ростов-на-Дону производство и менеджмент тоже весь сидит в основном в Ростове и представьте вот эта вот махина огромная и когда произошли вот эти все изменения под которые нужно было подстраиваться под новые реалии да в первую очередь это санкции большого количества нам чтобы как компания перестроиться понадобилось очень много месяцев можно сказать что в принципе сейчас в январе месяце мы более или менее вышли на вот какое-то уже такое понимание куда мы двигаемся и как мы двигаемся естественно получилось так что мы потеряли многих наших партнеров с которыми мы привыкли работать много лет вот а особенно это партнеры у которых мы закупали цветные пасты цветные пигменты понимаете и причем мы эти вещи закупали что-то в большом количестве как раз не в Китае это закупалось в Китае мы закупаем пигменты глиттеры вот такое а вот именно цветные пасты это немножко другое это используется при производстве при колировке самих цветных гель-лаков лаков гелий и это как раз производство в основном либо Америка Нидерланды Германия что у нас еще ну да Нидерланды Германия и Америка и вы смотрите немножко наручился сильно процесс получается логистика нарушилась очень сильно кто-то вообще просто отказался с нами работать просто просто перестали работать и соответственно нам нужно было найти новых поставщиков и поэтому если например возьмем 328 номер да красный цвет по-моему там используется в составе цвет красной пасты а вот что касается цветных красных вообще гель-лаков там в основном это не колируется цвет это вот такой оттенок пасты и ты ее смешивая другие какие-то красные ты не получишь потому что там в исходе именно вот такой произведен красный если у тебя нет этой пасты ты хоть убейся ты не наколируешь цвет красного именно такой например с зелеными с фиолетовыми с какими-то оранжевыми пастельными нудовыми цветами это все гораздо проще можно все это просто доколировать а исходные цвета это вот желтый синий и красный с ними очень сложно и например если там идет какой-то определенный цвет синего пигмента и тебе его больше не продают именно в таком оттенке тебе нужно потратить не один месяц чтобы найти очень похожий и у нас так получилось что много цветов в палитре которые мы физически не можем один в один повторить понимаете и получается сейчас мы потратили уже там 10-11 месяцев чтобы ну вот хоть как-то там что-то производить из цветника вот поэтому сейчас такая узкая линейка но это временно смотрите мы сейчас активно начали выпускать новые коллекции гель-лаков чтобы сформировать новую базовую новый базовый ассортимент это все что сейчас в наборах выходит все сразу идет полностью в базовый ассортимент вот у нас осень-зима была она почти вся пошла в базовый ассортимент это не лимитированная коллекция прошлое лето практически вся пошла в базовую основную коллекцию тоже это не лимитка вот сейчас зима андер гипнозис вышла то же самое больше часть цветов отсюда пойдут в базовый ассортимент сейчас выходит новая розовая коллекция вот в конце января выходит новая коллекция тоже это все цвета пойдут в базовый ассортимент новая весна-лето то же самое и мы постепенно сейчас восполним дефицит что не хватает цветов что касается что есть за вот эти годы популярные цвета которые пользовались всегда популярностью мы постараемся сейчас за 23 год либо сделать точно такие же оттенки либо постараемся приблизиться к этим оттенкам но если будет оттенок отличаться оттенка от оттенка 22 года или оттенка 21 года мы будем просто писать что цвет такой-то номер вот как он и был но может быть чуть-чуть отличаться оттенок вот как-то так мне кажется я все понятно объяснила поэтому сейчас предлагаю если кто в прямом эфире написать прям вот цвета которые вы последние 9 месяцев пытались купить и у нас их не было прям написать что вот этот цвет нужен обязательно вот если вы смотрите этот эфир в записи большая просьба в комментариях обязательно напишите чтобы за последние 10 месяцев вы пытались купить такой-то гель-лак цветной и не могли его купить вот да что он в дефиците я обязательно все это переработаю потому что у нас прям есть пул цветов которые мы сейчас отложили себе из нашего базового ассортимента который мы продавали до 22 года что мы хотим обязательно эти цвета вернуть что они будут вот они будут вот но есть цвета например может быть на них внимание не обратили а вы сейчас благодаря вот этому эфиру в конце в комментариях напишите мне я еще раз пересмотрю технологи мои пересмотрят но мы пересмотрели весь короче конечно ассортимент есть цвета которые там ну невозможно повторить это вот будет касаться кстати красных цветов это жесть конечно с красными чуть-чуть сложнее также с синими вот ну желтым у нас такого проблем нет и вот с неоновыми цветами такая же чигня потому что бывает розовый продавался продавался а там идет такой цвет пасты розовый определенный ты тоже не можешь намешать ты вот если закупал вот такую пасту ты из этой пасты не можешь сделать другой оттенок пасты который тебе нужен понимаете и здесь вот надо бежать покупать красные и синие на остатках не надо бежать девчонки не надо сейчас у вас должно быть грамотное потребление смотрите у вас должно сейчас быть правильное распределение ваших денежных ресурсов и вообще ресурсов в принципе поэтому сейчас как раз покупки должны быть у вас осознанные грамотные есть конечно вещи как вот я говорю всегда знаете за какой продукт файбербаза девочки если вы фанат файбербазы а там у нас идут ингредиенты которые просто приходят с такими вы знаете там то 6 месяцев нету то там 9 месяцев нету но мы этот продукт не собираемся выводить но нам просто его сейчас очень сложно производить и мы его вот каким-то кусками производим поэтому вот кто любители файбербаз вот что я вам рекомендую закупать много это файбербазу вот поэтому видите что появилась прозрачная база файберб она сейчас есть на эмишоп значит покупайте сразу с запасом появится там какая-то сейчас говорили мне то ли третья нет сейчас в наличии вот тоже появится обязательно закупайте сразу себе пару штук чтобы у вас про запас лежала что касается цветного гель-лака я не вижу смысла если у вас прям есть какие-то оттенки которые вы знаете что вот они уже заканчиваются ну можно просто чуть заранее позаботиться о них потому что да основные цвета это не важно что мы производим лакокрасочные изделия если лакокрасочные заводки производят краску не знаю для стен для полов для мебели желтый красный синий это исходные цвета и если там идет еще раз акцент какой-то определенный потон синего ультрамарин или он вот такой знаете более бирюзовый синий они есть вот такие изначально пасты цветные я почему говорю пасты потому что при производстве ну как многие думают используются пигменты на самом деле при производстве используются специальные пасты колеровочные вот поэтому да как раз с желтыми вот сейчас проблема с красными и синими потому что все остальные цвета мы их можем наколировать это вообще не проблема ты берешь пасты которые нужны тебе и ты по чуть-чуть из этих паст начинаешь подгонять под нужный тебе нюдовый цвет и ты подгонишь это будет один в один и вы не отличите а красный ты уже ничего с ним не сделаешь вот если этой пасты нету ты ее не выродишь из другой красной пасты ты не сделаешь другой красный цвет так жду ваши номера гель-лаков да выходит очередная коллекция время происходит затмение рассылка и когда опомнилось уже курьер все привез ну вообще на самом деле я тоже такой потребитель но я не все так потребляю это знаете я например так потребляю бижутерию я так потребляю уходовую линейку для лица вот я тоже такой же я маньяк я вот последний раз накупила бижутерия на 30 тысяч выписать это бижутерия это не брендовая это вот обычная бижутерия я на это умудрилась потратить 30 тысяч на меня стилист стоял смотрел возле виска крутил а я вот ну как вот понимаю что мне это нравится мне это доставляет удовольствие и поэтому мне вот ну как в данном случае я плачу за удовольствие то что я буду это трогать я это буду носить возможно с гель-лаками то же самое потому что я например обожаю продукты я обожаю им работать я обожаю все это держать в руках все это резать клеить этим пользоваться понимаете вот у меня вот этот эстетический оргазм от того что я трогаю эту упаковку что я беру там вот эти слайдеры они вот такие здесь цвета такие вот эти штуки такие вот поэтому ну как бы я у вас например тоже здесь костик за юльша константин я тебе говорю строгим голосом оденься пожалуйста ты вот слабо богу одел штаны надо как бы майку одеть так 220 сейчас я скриншот сделаю девчонки скриншот сделала на свою голову скриншот ладно я записала 220 я еще не заканчиваю блин пока пока катюша большое спасибо самое спасибо ирина ромашкина про главного дизайнера гучи сейчас пошла кстати читать пошла читать ну ладно написали капитал ой да капитал это вообще боль девочки я обожаю этот синий смотрите кто пишет сейчас за гавриэль синий да там мы чуть-чуть напортачили просто пишите в директ в любой аккаунт там веди менеджеры работают мы вам обязательно вышлем в замену бесплатно девочки да есть несколько наборов было не все я попался синий короче он слишком пигментированный получился слишком много пасты добавили пигментный хотелось чтобы он наносился в один слой вот поэтому да по поводу габриэль кому в европе только европу касается в европе попался такой синий просто пишите мы вышлем новый ой девочки перекреститесь плюньте у меня младшенький уже один блин что я туплю не могу сделать скриншот кость дай мне ручку принеси срочно мне нужна ручка я выпишу номера которые мне девочки сказали это дашина для планш а 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 ну ладно тот кто тогда в записи смотрит обязательно не поленитесь напишите в комментариях так пишу 296 328 мам сколько у тебя 229 229 мам сколько у тебя лайков ой сынок дофига прикинь на моем youtube канале 100 тысяч подписчиков круто я крутая так ну ладно будем заканчивать тогда с вами девочки спасибо сказать мам всем большое спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайк кликайте на колокольчик что еще сынок говорят подписывайтесь на канал на 100 тысяч короче всем пока пока всем пока пока о 6 с с м и и и и и и и